Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. В данном видео я бы хотел с вами обсудить такой вопрос, который волнует, конечно же, большое количество людей, а связан он с открытием рабочей визы в Польшу. Так вот, сегодня буквально я получил очередную визу от человека. То есть есть такая услуга у меня, когда человек мне отправляет свои документы, я полностью формирую пакет документов и отправляю за него все документы. Так вот, это очередной пакет документов, который я получил, человек получил визу, и сегодня я его уже отправлю человеку конкретно в руки по почте. Так какой же алгоритм и процесс, последовательность открытия визы? Как правильно открывать визу, чтобы вы потратили как можно меньше времени и получили с большей вероятностью вашу визу? Конечно же, первое, что у вас должно быть, это работодатель, человек, который сделает вам рабочее приглашение в Польшу. Без рабочего приглашения вы не сможете зарегистрироваться то ли в консульство, то ли в визовый центр, чтобы подать ваши документы. Если мы говорим сегодня про граждан Украины, то в Украине очереди очень маленькие. То есть, буквально вы зарегистрировались сегодня, вам уже дату назначают на послезавтра, либо там через два дня. То есть, очень быстрая дата, поэтому у вас уже должно быть приглашение на руках. Поэтому первый пункт, что мы делаем, находим работодателя, который сделает рабочее приглашение. Как только вы получили на руки рабочее приглашение, вторым пунктом вы делаете регистрацию в консульство. Если же опять мы говорим про граждан Украины, эта регистрация проходит через визовый центр TLS Contact. Он находится только во Львове. Сейчас работает только один визовый центр во Львове и одно консульство тоже находится во Львове. Поэтому вы должны это учесть при подаче документов. Следующий пункт, как только вы заполняете свою анкету на сайте TLS Contact, у вас после заполнения и подтверждения всей вот этой операции у вас будет два выбора. Это подать документы лично, либо подать документы через почту. Если вы выберете лично, то вам, как я уже сказал, очередь очень быстрая. Вам нужно будет буквально уже послезавтра приехать во Львов, чтобы подать ваши документы. Но если вы хотите подать лично, то можете это сделать. В основном люди выбирают подать документы через почту. То так будет проще, потому что вы можете отправить документы практически в любой день до подачи. Даже условно в день подачи еще можно успеть подать документы. Главное, чтобы вы их отправили. А когда они уже приедут, то уже не так важно. Так вот, почта есть только одна. Это Mist Express. То есть документы отправляются только через эту почту. Не через новую почту, не через Укрпочту, а через Mist Express. Поэтому, если вы не знаете, то можете задавать вопросы. Все контакты я оставляю на экране. Можете мне написать в Viber, WhatsApp, Telegram, либо позвонить. Я вам все детально расскажу. И если нужно, помогу с подготовкой документов на открытие визы в Польше. Так вот, давайте закончим. Если вы заполнили анкету, сразу выбирается пункт лично, либо по почте. Если выбираете по почте, следующим окошком у вас будет это сразу оплата. Визовый сбор и плюс сразу оплата услуг почты. Вы сразу же это оплачиваете. После этого вам приходит дата, назначена дата, на которую вам нужно прийти в консульство. Если по какой-то причине вам эта дата не подходит, вы можете отказаться один раз. И вам предложится второй вариант, чуть позже, где-то через неделю, вторая дата. Поэтому у вас есть только два варианта. Если и вторая дата вам не подходит, то тогда третий раз уже вам не предлагают. Потом уже нужно писать заявление на возврат средств. Но давайте разберем все-таки позитивную ситуацию, если вам подходит первая, либо вторая дата. Вы выбираете, подтверждаете и все. То есть у вас уже дата есть. Теперь вам нужно подготовить, это ваш пакет документов, который вам нужен для подачи. Пакет простой, относительно простой, но все же нужно, чтобы все было внимательно. Конечно же основное это фото, 3,5 на 4,5, это ваши ксерокопии документов, это страховка, это дополнительные документы, заявления в Мистэкспресс, также это накладная Мистэкспресс. Ну в принципе такой пакет документов, который если вам нужно, чтобы я вам конкретный пакет документов отправил, можете написать мне в Вайбер. Я вам полностью отправлю вот этот чек-лист, полностью, что нужно отправить в консульство, чтобы у вас все было правильно, где поставить подписи, где печати, как правильно заполнить. Можете написать, я вам скину вот такой короткий чек-лист. Поэтому пишите в Вайбер, Ватсап, Телеграм, все вы видите на своем экране. После этого, как вы сформировали пакет документов, вам нужно отправить его по почте Мистэкспресс. Вы спросите, как же это сделать, если мы уже обсудили, что вы оплатили почту в предыдущем пункте, но как же вам прийти на почту? Есть ссылка, там формируется ваша накладная. Там вы формируете накладную, вводите ваше имя, фамилию, электронный адрес ваш, электронную почту, ваш номер телефона и выбираете, с какого отделения вы будете отправлять ваши документы. После этого, как только вы создали эту накладную, вам приходит на почту специальный код, который вы приходите на ту почту, которую вы указали, то отделение Мистэкспресс. И там вы диктуете этот код и отдаете ваш пакет документов. Они забирают, вводят этот код по этому коду. То есть вам уже ничего оплачивать не нужно второй раз. И все, вы отдали документы и теперь вам остается только ждать. В принципе, алгоритм достаточно простой. В среднем визу ждут, это частый вопрос, люди спрашивают, ну где-то 3 недели с момента, как только вы сформировали пакет документов. То есть 3 недели примерно ждать. Потому что срок отправки во Львов, срок отправки со Львова, плюс рассмотрение где-то 5 рабочих дней. Вот такой вот алгоритм по открытию визы, друзья. Конечно же, я думаю, останутся у вас вопросы, можете задавать их в комментариях под видео. Либо, как уже сказал, контакты оставляю на экране, можете также писать и обращаться. Ну что же, друзья, на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok